Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую вас на нашей православной сети Елицы. Не так давно мы с отцом Макарием говорили о том, что же такое принять себя. И вы задаете по этому поводу вопрос, и несмотря на то, что вроде бы мы там подробно говорили с батюшкой, тем не менее вопрос остается. Значит, давайте я постараюсь на него ответить, поговорим об этом еще раз. Я зачту, как звучит вопрос. Получается, мой психолог не прав. Она мне говорит, что ты не можешь любить других, потому что ты не любишь себя. При вопросе, что значит любить себя, она говорит, это принять себя таким, какой ты есть. Если можно, уважаемые, ответьте на мой вопрос, пожалуйста. Это очень важно для меня. Давайте поговорим о том, что же такое принять себя. За одним и тем же словом стоит много понятий, много смыслов. И мы как раз говорили об этом с батюшкой, что каждый может вкладывать свой. И в чем как раз батюшка тут сетовал на психологов, что очень часто за этой фразой принять себя таким, какой ты есть, означает принять в буквальном смысле все, что бы человек ни делал. И сказать, ну да, я такой. И мы говорили здесь о склонности к греху и позволении себе этот грех иметь, например, и не исправляться. И вот с такой вот точки зрения, да, вот с православной, как бы, это такая вещь очень сомнительная, да, получается. Так что же такое принять себя? Я вам скажу, как я это вижу, да, какой я вкладываю в это смысл. Когда я слышу такую фразу, у меня нет такой яркой реакции противоречия, да, принять себя. Это значит себя вот никаким образом не менять и ничего с собой не делать. Принятие себя, я соглашусь с вашим психологом, это значит уметь к себе относиться с уважением, да, уметь к себе относиться с любовью. Что-то любить ближнего мы можем только если себя любим. Тогда у нас стоит вопрос, что значит себя уважать и что значит себя любить, да. И что значит, мы говорим, любовь это принятие. И это так. Но что значит себя любить? Неоднократно мы на эту тему говорили, но тем не менее лучше я повторю, да. Любить себя это принимать вот тот образ Божий, который у нас есть. Вот видеть ту вот Божью искорку, да, этот образ и подобие, которое у нас есть, и относиться с уважением. Относиться с уважением к дару жизни, который Господь дал. Относиться с уважением к себе, заботиться о себе, коль уж Господь нам жизнь подарил. Да, вот это значит любить себя и принять себя. Значит сказать вот буквально такие вещи, что да, я есть, я живу эту жизнь, она мне важна, нужна, да, я ее люблю, я ее принимаю, эту жизнь. Потому что таких случаев, когда человек не чувствует, что он вообще живет, что он есть, к сожалению, очень много. Он как бы даже сам себе иногда не дает это разрешение на жизнь. Конечно, корнями это уходит, возможно, в какие-то детские травмы. Вот такое вот непринятие ребенка, когда он не может почувствовать себя здесь важным, значимым, да, такое игнорирование, когда на него внимания не обращают. Именно вот такое поведение потом приводит к тому, что человек не чувствует своей ценности и своего нахождения здесь. В этом смысле принять свою жизнь, принять себя, что я есть, это очень важно. Вот о принятии себя и своих грехов, вот здесь вот такой очень тонкий момент, да, существует. С одной стороны, у нас греховная природа, и она есть, и мы не можем от нее отказаться, или сделать вид, что ее нету, или полностью, да, там сказать, все, я сейчас все сделаю, чтобы ее не было. Но, тем не менее, как бы совершенно не пытаться исправлять свою жизнь, не исправлять свои грехи, но это было бы очень неверным и таким каким-то безинициативным, да, и неважно, говорим ли мы о религиозном человеке, или просто мы говорим о светском человеке, да, о светской психологии, так или иначе, когда мы знаем, что у нас есть какой-то грех, мы его исправляем не для того, чтобы нас кто-то похвалил, или нас кто-то не наругал. На самом деле наши грехи, они отравляют нам же жизнь, они делают нам больно, понимаете. Это не то, что кто-то придет, тебя и накажет, или тебя там в рай не пустят, или тебя за это в ад отправят. Наши грехи, которые мы совершаем, они нас же, нас же и мучают, да, потому что, ну, мы с отцом Макарием там такой пример обсуждали, что, например, если придет на консультацию мужчина, скажет, а вот у меня жена и любовница, и у меня все нормально, я себя принимаю. Вот я так живу, я себя принимаю. Ну, мы говорили о том, что я в это вряд ли поверю, как бы человек себя не оправдывал, как бы он не говорил, что он всем доволен, у него хорошо, это не так, это очень большой разрыв, это бесконечное проживание во вранье, надо скрывать очень много, там, шифроваться, да, чтобы никто не узнал, между двух огней надо как-то разбираться. Это очень большие энергозатраты, да, которые ни к какому счастью и радости на самом деле не приводят. Это такое мучение бесконечное, и не туда, и не сюда, да, и такой внутренний разрыв. И это, и вот, например, измена, да, как грех, не может приносить радость ни в каком случае. То есть она такая ежесекундная радость от встречи, а потом все равно есть чувство вины, и все равно есть какой-то момент бесконечного вранья и выкручивания, да. И вот в этом смысле, когда мы говорим, ну, ты прими все как есть, нет, это было бы неверным, абсолютно неверным. Другой вопрос, что когда человек приходит к психологу, сказать ему или осудить его и сказать, это плохо и так делать нельзя, это было бы неверным. Потому что об этом мы говорили с отцом Макарием, о том, что надо, моя задача как психолога, искать причины произошедшего, да, понимать, почему так произошло, что случилось, что привело человека к такому тяжкому греху, который его разъединяет с самим собой, да, который делает ему больно. Потому что человек в этот момент тоже страдает, и люди вокруг него, которые включены в этот процесс, страдают. И задача не запретить и сказать, ну, нет, вы знаете, это очень плохо, и вы должны срочно измениться. Так может сказать священник, и это правильно, и это его задача, и сказать, что ну, прими все как есть, и пусть все так остается, но это было бы слишком. Да, поэтому за одним и тем же словом стоят разные понятия, и это очень важно. Принять себя как личность, принять свою жизнь, принять, что да, со мной может тоже всякое в жизни случиться, я могу в какой-то грех впасть, не думать, что мы все контролируем, это неправда. Очень многие вещи мы не можем контролировать, и об этом поговорим в следующий раз, о том, как рождается осуждение, и что приводит, вообще к чему приводит осуждение, да, с чем потом приходится сталкиваться. Но принять свои грехи и никак над ними не работать и не исправлять их, это было бы неверно. Вот в этом смысле отец Макарий и говорил о том, что принять себя – это ошибка. И вот это важно, важно как бы разделять, да, важно понимать, о чем идет речь. Надеюсь, что я ответила на ваш вопрос. Всего вам хорошего, мои дорогие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok